я очень люблю живопись знаете когда-то уже говорил об этом очень долго наблюдая за людьми я начал обращать внимание что люди которые разбираются в живописи которые любят живопись но которые ее воспринимают именно вот так чувственно почему я говорю об этом дело в том что не стоит забывать что художник подходя к полотну не хочет передать визуальный объект его задачей является передача его внутреннего чувствования и в случае если это внутреннее чувствование есть то она скорее всего выглядит как там ощущение доброты ощущение любви ощущение человека любя ощущение милосердия ощущение и понимание того что не все потеряно и это больше теплые то на сам сама фигура или сама передача уже не имеет ну совершенно никакого значения и именно чувство необходимо создавать именно поэтому в эрмитаже именно поэтому в музеях мировых рядом с каждой картиной находится лавочка ну и конечно же такие картины как допустим там картины ван гога или мане или картины там голландских художников или даже там знаменитого репина которую обожаю или сурикова их нельзя воспринимать буквально то есть их нельзя воспринимать буквально их нужно ощущать их нужно ощущать ждать и чувствовать через холодные теплые тона через расположение фигур что же на самом деле скрывал художник и какой намек он передает в этой картине иногда подходя с такой точки зрения начинаешь видеть картину через чувство художника не обращая внимание на собственное изображение совершенно по-другому это создает открытие создает какую-то тонкость такую атмосферность и так далее ну вот где-то так конечно же когда я перехожу на сайты там где художники выставляют свои работы и читаю о том что все это за толстая кобыла здесь нарисована это всегда вызывают у меня улыбку того что это человек который это пишет скорее всего невежественные скорее всего в живописи не разбирается и к чему я веду если вы начинаете тонко чувствовать живопись и отдаете этому какое-то время то есть развиваете в себе это то в дальнейшем вы будете материально обеспеченными людьми знаете где-то так это устроено в начале я сказал вы знаете человек который вот смотрите богатый человек это тот человек у которого уже нет ни к чему интересу а бедный человек это тот человек у которого много интересов и он эти это у него возникает еще сумасшедшим желанием так вот это сумасшедшее желание плюс страдания дает ему бедность поэтому если человек в себе оставит интересы но не будет их жаждать а будет развивать себе возможность радоваться и будет более спокойный как допустим тот человек который всего добился то это и является путем к тому чтобы в жизни его появилась высокая материальная